Розничный товарооборот в стране достиг почти 69 миллиардов рублей за 11 месяцев. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие показатели свидетельствуют о росте потребительской активности населения. В день белорусы тратят в среднем 22 рубля в магазинах и всего же в общепите жители оставили более 4,5 миллиардов рублей. По итогам года выручка белорусских санаториев будет на 30% выше, чем в 2022. По прогнозам специалистов, она должна достигнуть полутора миллиардов рублей. А количество отдохнувших в здравницах превысит полтора миллиона человек. К слову, на новогодние праздники лечебные учреждения будут заполнены на 100%. В стране за 11 месяцев построено более 35 тысяч квартир. Введено в эксплуатацию 3 миллиона 290 тысяч квадратных метров общей площади. Из них свыше одного миллиона для граждан, которые состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также активно заселяются в новый дом и благодаря использованию господдержки. Белорусов ожидают новшества в законе по вопросам соцобслуживания и соцвыплат. Одно из изменений, например, введение адресного подхода для определения оптимальной помощи. Будет оцениваться не только здоровье человека, но и условия жизнедеятельности, наличие безбарьерной среды, лифта, горячей воды и прочих удобств, а также окружение и другие факторы. 21 декабря в Бобруйске пройдёт профсоюзный приём граждан. Жители могут обратиться по вопросам, которые касаются разъяснения норм законодательства, регулируют трудовые правоотношения. Встреча будет проводиться в административном здании Бобруйска-Громаша на Первомайской, 40, с 10 до 12 часов.